Купить монеты на FIFA 15 с Ultimate Team на все платформы вы можете у Алексея Лалаева. Самые низкие цены на монеты, качественное обслуживание и быстрая доставка монет. Ссылку на продавца вы найдете в описании под этим роликом. Друзья, всем доброго времени суток, с вами Фаворит, и сегодня на моем канале состоится очередной Вагер-матч. На самом деле, Вагеров было не так много в последнее время, и сегодня я играю против парня с ником Барабаш. В общем, кинул он мне вызов, я его принял. Заходите на его канал, подписывайтесь, ставьте лайки, и у него есть карьера за Краснодар, Ванап, а также рубрика Ultimate Team. В общем, играем мы сегодня на 200 рублей, и кратко о моем составе. В принципе, ребят, я ничего не менял, но здесь находится Томас Мюллер, которого я так хвалил в предыдущих роликах. Ну что ж, друзья, ссылку на свой соперник я оставляю в описании, а вам я желаю приятного просмотра. Давайте пригласим нашего соперника. Итак, мы пригласили соперника. Нападение 81, полузащита 83 и оборона 82. Стой, давай ставь другую форму. Так, посмотрим на его состав. Ставим владение мечом, все как обычно. Схема 4-3-3-4. И давайте посмотрим, что же нам приготовил Барабаш. Рейтинг 83. Ну-ка. О! Здесь у нас ББВА. В принципе, довольно-таки неплохая команда. Антон Гризман как левый вингер. Не знаю, не знаю. Правда. В общем, центр довольно-таки неплохой. Атака хорошая, быстрая. Центр защиты тоже. В принципе, очень даже неплох. Команда хорошая. Надеюсь, что сегодня нам удастся победить. Проиграть я сегодня точно не намерен. Надо собраться и показать все, на что я способен. Поехали. Фермино. Арен Робин. Финн давай сделаем. Раз. Финн. Два. Убрали. И без пола, что ли, что происходит? Так, нарушение правил. Окей. Что хочется отметить. На первых минутах соперник неплохо обороняется. И пока что к его воротам я ни разу не подошел до сих пор. Сейчас мы развиваем атаку через левый фланг. Передачу в центр. Делаем Мюллер. Мюллер. Убрал одного. И разворачиваемся. Рамоса уже нету. Томас Мюллер. Удар по воротам. Ух ты. Нормально. 14 минута, друзья. Первый опасный момент у ворот соперника. Тони Кросс. Нет. Федира. Федира пяткой. О боже. Опасно. Какой раз катый. Удар по воротам. Ханданович спасает. Будет ли гол? Нет гола. Первый опасный момент около моих ворот. И, в общем-то, друзья, нам пора просыпаться в очередной раз. Первый тайм вот мы пока что проваливаем. Ладно. Надо собираться срочно. Арен Робин. Так. Хорошо. Убрали. Удар по воротам. Угловой. Кстати говоря, нам в принципе могли забить. В принципе могли забить. И Родриго бил уже наверняка. Но вот Ханданович меня спас. И я ему благодарен за этот удар по воротам Давида Луиза. Не смог он ударить нормально. Арен Робин. Разворот. Ай. Что это такое? Отворот. Томас Мюллер. Браво. Поставил голову. И меч ушел за пределы поля. Мюллер. Хорошо. Андреа Шурли. Информ Шурли. По флангу. Прострел. Отлично. Один на один выходит. Мюллер почти вышел. Тони Кросс готовится исполнить этот стандарт. Но Ханданович давай, дружище. Я знаю, ты лонгшот и умеешь, конечно, пускать. Но сейчас я верю в тебя. Нужно, нужно попытаться затащить. В принципе, довольно далеко от ворот. Ух, все, тихо. Андреа. Томас Мюллер. Можно хороший пас сделать. Да. Арен Робин, друзья. Один на один выходит. Арен. Забивай. И один ноль. 43-я минута матча. На контратаке поймали. Мы нашим соперник. И открывает счет Робин. Отлично. Один мяч есть, друзья. И это, если честно, ну не совсем по игре, откровенно говоря. Нужно признать, соперник играет неплохо. Вновь угловые. Мне в прошлом матче с углового залетело два мяча. В прошлом Вагер матча. Если кто не знает. Сейчас опять же розыгрыш углового. Передача в центр. Удар по воротам. Братарь. Спокойно. Так не надо. Прошли. Шурли. Ну же. Ну-ка. Томас. Мюллер. Удар по воротам. Ух. Близко-то было, а. Жаль, что он не попал. Первый тайм, друзья, завершен. Счет 1-0. Если честно, соперник играет очень даже неплохо. И создал голевой момент около моих ворот. Вне всяких сомнений. Ханданович меня спас. Центр полузащиты, к сожалению, у нас немного остался позади. Из-за этого возникает вот такая вот небольшая свободная зона, куда мой соперник, в принципе, может сейчас ворваться. Это Хамес Родригес. Передача на... О, господи. Вот это да. Что? Что это сейчас было? Штанга? Каким образом мяч вообще... Что это было? Я не понял. Мариано так сделал? Офигеть. Счет 1-1. Антуан Гризман. Я ничего не понял, что произошло в этой атаке. Просто ничего не понял. Какой-то абсурд, правда. Я не понял, почему Мариано дал пас в штангу. Здесь уже этого не будет. Я за Давиду Алабу глупость, конечно, сделал. Ну, что сказать? Привез сам. Ладно. Счет 1-1. Расслабляться вообще не стоит. И играть надо дальше. Удар поворотом Робина. Нет, это было высоковато. Заброс. О, боже. Как это прошло? Я первый раз вижу, чтобы вот таким вот образом сделали подачу. Ух, нормально. Все, отбились. Отбились. Перевод на фланг. Отлично на Робина. Все, как и планировал. Томас Мюллер получает передачу. Сами Хидиру отталкивают на корпусе. Мюллер обыграл соперника. Вы сами сейчас увидели, что он сейчас сделал. Плохо. Передача. Ого. Вот это пас. Родриго 1-1. Не дать ему забить. Офигеть. Офигеть. У меня просто слов нету. Соперник просто идеально поймал Родриго на забегании. Нам нужно срочно что-то менять. Во-первых, меняем мы схему. Во-вторых, Ферминию мы меняем на Луку Модрича. Все. Поехали. Нужно срочно забивать гол. Хорошо, Мюллер. Томас на Алабу. Алаба. Передача разрезающая. Отлично. Андреа Шурли под себя мяч убирает. Входишь в штрафную. Удар Мюллера. Ну же, ну же, Томас. Не попал. А жаль. Было близко. Вот это передача Джессуса. Просто жесть. И мы теряем мяч. Господи, что за глупости происходит на поле. Нам срочно нужно атаковать. Но соперник пока что нас раскатывает. Очень неплохо причем. Надо сюда сделать пас. Лука Модрич. Давид Луиз. Ужасная передача Давида Луиза. Просто ужаснейшая. Хуже быть не могло. Иско. Передача. О, достал он мяч. Офигеть. И Родриго А3. Один мог сейчас все делать. Нас простили. Коннект у нас, откровенно говоря, не самый лучший. Но извините, на это я вообще ничего не хочу скидывать. Исключительно я сам виноват в том, что забивать голы не могу. Вот так вот у нас. Игрока ломают. И вот это да. Вот это обрез. Второй раз, ребят. Просто второй раз подряд. Просто второй раз подряд. Я не знаю, как это называется. Второй раз подряд, знаете, наша линия обороны вперед вот так выходит в тот момент, когда наш игрок просто теряет мяч. И из-за этого игроки соперника забегают за них. И этот соперник шикарный. Я не понимаю просто, почему так происходит. У меня вопросов к сопернику никаких. Но у меня оборона... Что она делает? Ханданович. Нет, Ханданович тоже. Блин. Центр защиты 2. Буатенко и Жесус. Где они бродили, непонятно абсолютно. 3-1. Это да. С ваггерами у меня вообще не клеится в последнее время. Откровенно говоря. Давид Луис. Пас. Давид Алаба. Прострел. Угу. Никого тут нет. Томас Мюллер. Ищем свободную зону. Так, стойте. Да боже, я не могу этот Хедира все съедать. Я прям ваггер с ежиком вспоминаю, а. Что сказать? Наша последняя атака? Одна из последних. Давид Алаба. Наша... Где? Кому пас давать? Вот сейчас ладно. Янсена вижу. Вот здесь игрок. Лука Модрич. Финт. Не дают Модричу. Просто войти в штрафную. Удар Модрича. Нет, этот ваггер мы проигрываем. К сожалению. 4 минуты добавлено. Господи. Я не знаете. У меня какой-то просто мораль. Я разочарован настолько. Вы не представляете. Я не понимаю, почему так происходит в ваггерах матчах моих. Но здесь соперник суперзащиты, судя по всему. Поставили автобус, что-то такое. Просто не понимаю, почему так происходит. Томас Мюллер. Удар 3-2. Мюллер забил свой гол. Но это уже вообще не важно. Правда. Мы, скорее всего, эту игру проиграем. О, боже. Центр провалился. Смотрите, как Родриго ищет позицию. Как он это делает, я не пойму. Ни о каких отскоках, ребят, речь не может идти. Мы проиграли. Скорее всего, по делу. По касту. Ротаре соперника. Икера Кассилиаса. Я не знаю, сколько там сейвов сделал Икер. Но наш вратарь, в принципе, тоже был хороший. В некоторых эпизодах мы даже отскакивали. У меня, знаете, только вопросы к самому себе. Почему я вагер-матик не могу нормально сыграть? Почему, знаете, этот состав, он, честно, вот, говорю вам, вне вагера в первой дивизионе просто выносит. Правда. А здесь, ну, абсолютно ничего не могу сделать. Просто ничего. Я, честно, я-то позор какой-то. Я не понимаю. Я из тех людей, которые, честно, не хотят проиграть. А тем более, перед своими подписчиками это... Просто какие-то непередаваемые ощущения. Нужно... Я не знаю, почему. Раньше нормально все было, правда. У меня штамповались вагеры. Знаете, победа, 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 победа. И вот так вот они шли. И то, что происходит сейчас, это какая-то дикая катастрофа. Ладно, надеюсь, что все изменится. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал у соперника. Ссылка находится в описании. Сейчас ему отдам эти самые 200 рублей. Смотрите вагер-матч с его стороны. И с вами был Фаворит. Всем до скорых встреч.